Лев Сергеевич, каковы ваши впечатления о столице Татарстана? Светлана Анатолиевна, я вам что хочу сказать. Впечатления сугубо положительные. Два полных дня мы провели. Отличный город, очень приятный. Первый день полный был у нас посвящен экскурсиям и самому городу. Основные достопримечательности, таким как, допустим, мечеть. Улица Баумана, да, то есть улица Баумана, мечеть. Очень прикольные места, которые стоит вести. А второй день мы ходили по музеям. Сколько мы всего? В сумме, наверное, музеев 5, наверное, посетили. Музей в Казани вообще мне зашли. То есть я вот люблю смотреть. Ну, ты был музей современный? Он был такой, знаете, на 2 до 4. Я доволен, что мы сходили. Ты не хочешь посещать людей, которые приехали из Казани? Я думаю, что тут все-таки больше зависит от того, что они хотят получить. Я когда хожу в такие музеи, я просто попытаюсь как-то расширить картинку понимания, вообще там, допустим, креатива. Да, мне нравится, мне как бы изучают креатив, по-моему, чем бывает. Мне интересно, как люди думают, как они пытаются раскрыть себя, что ли. То есть в таких музеях можно увидеть вообще абсолютно что-то такое невообразимое, непонятное. Если люди любят такое, если они готовы, допустим, прийти и попытаться что-то увидеть, то это, конечно, ну, такие музеи стоит посещать. А если просто вот идти, как бы... Если человек не очень увлечен оскусках, то это тебе понравится. Да, совершенно верно. Вот у меня Светлана, она умеет четко и понятно доносить мысль. Вот у него лучше получаться. Хорошо, что тебе понравилось еще? Найдите, что замечательность. Номер один для мечеть и вот сама панорама на город. Потом обязательно набережная. Набережная, какое-то вот приятное впечатление тоже оставляет. Дворец землетельцев, тоже маст-сит, то есть это очень красивое здание. А, кстати, знаете что? Вот когда мы ходили с экскурсоводом во второй день, да, по Баумана, она завела нас в Петропавловский собор. У него очень атмосфера церкви, да, вот именно русской церкви. Старинный. Старинный такой, да, там есть какой-то такой свой дух. Туда хочется вот прийти и просто немножечко там побыть. И смотрите, очень важный момент. Мне, как видеограф, важно это все поснимать, да. И вот когда я был в Белогорском монастыре, в Перми у нас, ну там все запрещено, нельзя снимать ни в коем случае. Здесь вообще такого не было, по крайней мере на текущий момент. Да, ну хорошо. А из музеев, например, какие-то музеи как-то виноваты? Музей естественной истории. Это тот музей, который надо посещать в первую очередь с нашей точки зрения. Потому что он разрывает шаблон, он как бы дает представление о зарождении жизни. Вот прям поэтапно. Плюс там есть вот эта космическая тема, она раскрыта тоже очень хорошо. То есть метеориты, там можно на разных планетах оценить свой вес. Сейчас мы узнаем, сколько я вешаю на разных планетах. Солнце. У Грибы, да, солнце. Ваш вес 87 миллионов 230 тысяч килограмм. Сейчас вы можете выбраться в другую планету. В общем, не мешает мне похудеть на солнце. Так, а култон? У Грибы на култон. Ваш вес 4 килограмма. Потрогать прям метеорит, которому, чтобы вы понимали, 4 миллиарда 700 миллионов лет. Старше Земли. Старше Земли метеорит, представляете, вы можете его потрогать. Конечно. Это даун, это прям оригинал. Там много всяких интересных моментов. У нас есть, что там скелеты, динозавр, и так далее. Тоже очень все это слепки. Где-то не настоящие, где-то слепки. Очень много анимации, очень много какой-то графики, интерактива. В общем, взрослым и детям будет интересно, если вы в Казани, то можете в один день включить прогулку по набережной, музей, мечеть, по улице Бамуна прогуляться. Один полный день вам вообще будет достаточно. А если вы хотите как-то расширить свою программу, то на второй день можете остаться и посмотреть разные музеи. Второе место по музеям, однозначно, это национальный музей. Потому что там есть, что посмотреть. Очень крутые экспонаты. Экспонаты древние, экспонаты красивые. Кареты Екатерины в восхитительном состоянии. Там находится оригинал кареты, на которой ездила Екатерина Великая, когда путешествовала по России. В этой карете она ездила именно по Пазани. Вообще в целом музей тоже стоит посещение. По-моему, там очень много еще уделено с советской эпохи, да, если не ошибаюсь? Да, там в принципе история от ископаемых там всяких наконечников в Копии до 90-х годов. Очень подробно большой музей, интересный, красивый. На третье место я поставлю национальную гулярею, которая тоже находится в Кремле. Поэтому, когда вы в Кремль приходите, у вас там есть чем заняться. Вы туда можете приехать и просто вот прям целый день там провести. Улица Баумана рядом и Кремль рядом. В общем, очень компактно, когда все самое интересное расположено. Так вот, по поводу национального музея, хочу сказать, что вот тоже стоит посещение, если у вас есть время. Рестораны в Казани, которые мы смогли посетить, это первое. Черновар, это чешский ресторан с аутентичной чешской кухней. Я в Чехии не была, но Лев был, и ему очень понравилось. Я сказала, что действительно и пиво, и закуски, и гуляш в Клебе были прямо как в Чехии. Но это было точно вкусно. Дальше. Ресторан Артель Бистро. Там мы праздновали мой день рождения. Было все просто на 10 из 10. Великолепное обслуживание. Потрясающе вкусная татарская кухня, которая подана шеф-поваром в современном переосмыслении. Но это очень вкусно. Особенно нам понравились говяжьи щечки. Затем нам понравилась закуска тартар из конины. И мне еще подарили десерт от заведения в честь дня рождения. Каноли с каймаком и брусникой. Просто великолепные. То есть, если у вас день рождения, они, кстати, даже не просят как-то это подтверждать, показывать паспорт. А они дарят десерт. И со свечкой это все красиво украшают, аплодируют. В общем, будет приятно. Нам очень понравились заведения для завтрака. Это смородина. Сеть кафе. Безумно нам понравилось. Но оно очень популярное. И, соответственно, нужно бронировать заранее. Там классные всякие брускеты, авокадо. Вот это вот все брусаны. Классный кофе. В общем, супер. Дальше соус вит. Тоже классный интерьер. Вот эти вот классные модные завтраки с авокадо. И яйцами пенедикт тоже рекомендую. Если нужно очень бюджетно пообедать где-то в центре города. Например, на улице Баумана. Самой туристической улицы города. То зайдите в Дом чая. Это такая столовка. Ну, с соответствующими дешевыми ценами. Где можно попробовать татарскую выпечку. Например, Эчпачмак и Леш. Но многого не ждите. Действительно, так и есть эта столовая. Сервиса, конечно, с вами никакого нет. Интерьера тоже никакого нет. Но зато вам не придется за это переплачивать. Начинаем с Эчпачмака. Это такой пробольничек. Вот внутри мяско и затошка. Слушай, вот это вкусно. Приступаем к следующему пакету. Называется Энглеш. Он подается вот с таким бульончиком. Ммм, горячий. Тоже мясо входит внутри. С чем-то, с луком. И с картошкой. На вкус очень похоже на Эчпачмак. Вообще, я бы сказала, что... Да, только форма разная. Как я поняла. Ну-ка, попробуем. Симоник, бульончиком. Он, кстати, очень сочный, не сухой. Вкусный. Ой, обычный бульончик. Я и правда не знам, не косты. И лишь можно и без бульончиков вкусно есть. Он сочный очень. Вкусный пирожок, короче. Очень популярные кофейные сети нефть, скуратов. Расположены много где по городу. Мы не успели побывать. В некоторых ресторанах, которые очень многие накваливают, это сыроварня. Это итальянская кухня. Понятно, что там можно всякие сыры попробовать. Круатта и прочее. Все в восторге, кто был в Италии. Говорят, что как в Италии. Кроме того, национальную кухню нам советовали попробовать в кафе Рубай. Это, кстати, рядом с Черноваром расположено, в центре города. Это ресторан узбекской кухни, но нам сказали, что там какая-то тушеная конина великолепная. Кроме того, ресторан тоже с татарской кухней. И туган-авалын, которые хвалят за многообразие тоже местных блюд. Мы дадим вам точку магазина, где можно купить колбасу из каниты. У нас мнения в нашей паре разделились. Льву очень понравилась эта закуска. А мне на первый вкус понравилась, на второй я чуть не брала, честно вам сказать. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok